Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. Говорит и показывает Skip 8.88 и мы продолжаем проходить Diablo 3. Так, на данный момент мы находимся в соборе и давайте смотреть, что здесь да как, собственно. Это то самое место, куда упала звезда. Я чувствую странную матерь, исходящую от краха. Воу, воу, бронявые зомбики. Ой, еще и ползут после смерти. Неприятно. Ладно. Воу, вот этот вот симпатяха. Так, он по-моему взрывается, когда гибнет еще до кучи. Да, мало приятного. Окей. А мне хватило таки энергии. Так, тут можно наверх по идее подняться, да? Давайте играть. Оу. Внутри! Оно внутри! Так, что за тип? Так, замутировал. Ну у тебя нафиг. Да, понятно. Что нужна энергия. Тебе определенно надо кучу мана, чтоб ты мог всем этим пользоваться, маг. Моё имя Лохданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родни. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Так, ну у вас нафиг, ребятки. Воу! Выхватил плюху. Ну у тебя нафиг. Сказал же нафиг. Так, новая руна. Вам стали доступны руны. Это клёво. И как это сделать? Шоковый разряд. Назначить руну. Для каждого мини есть 5 различных рун. Так. И чё? Чё-то нифига я руны не усиляю без руны. Как с холода, тоже нету никакой руны. Так, шоковый разряд. Руна на девятом, на восемнадцатом. Тут на седьмом уровне станет доступна, на пятнадцатом. Кольцо холода. А на двенадцатом, на восемнадцатом. У меня шестой уровень. Какая нафиг руна. Хм. Ну ладно. На средшем уровне мне станет доступна руна. Что в принципе хорошо. Хорошо. Так. Толстопус иди нафиг. Да ладно. Противный тип. Еще каких-то глистов выпускает. После своей смерти. Что тоже не особо приятно. Так. Мне надо седьмой уровень. У меня тогда какая-то руна там появится и будет, наверное, здорово с руной. Нежели без руны, как мне кажется. Нет. Вот. Лепрекон. Лепрекон. Ты должен умереть? Из Лепрекона всякие шняшки падают. Гебни нафиг. Да ладно. Жесть. Просто там 3 или 2 хила у него оставалось, он с ними убежал. Пипец, печально. Ну да ладно. Гад, конечно, лепрекон. Так, 15 брони, плюс 8 к живучести и плюс 5% золота при убийстве монстров. Конечно, это явно лучше, чем то, что у нас. Берем его. Так, что мы куда забрели? Вот тут зомбики. Так, и толстопу среди них. Так, толстый, иди нафиг. Воу. Забавно он бьет. Еще зомбики. Мне нужна энергия. Да ладно. А-а-а. Проблемы. Мне не хватает энергии. Так, давайте молниями. Они вроде как энергию особо не тратят. А-а-а. Иди нафиг, толстопус. Это уже гибни. Так, все. Так, ну эти не опасные вроде. Молнии вообще какой-то детский урон. Ну ладно. Так, деньги. Я пока деньгами не брезгую. Хай, хотя там пачечка осталась. Ну-ка, нафиг. Валим этих ребят. Так, что тут? Черные грибы. Так, нафиг он мне нужен, черный гриб? Ну да ладно. Во всем повинен Лазарь. Пользуясь доверием короля Леорика, темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть. Хм, я нечаянно банку завязал. Блин. Мимо днерки смазал. Ну ладно. Так, что тут гриб? Ага. Какой-то гриб черный. Не знаю, зачем он. Думаю, узнаем в будущем. Так, расплющил. Круто. Расплющить это всегда круто. Так, что тут? Воу. Толстопус. Я предвкушаю отличную битву. Ой. Да ладно. Выдернул меня, гад. Так, кто это дергает? Идите нафиг. Такий толстый тип. Вау. Опять меня выдернули. Догибнете уже. Пипец. Чуваки, вы меня калите уже. Догибни. Мне не хватает энергии. Фу, бля. Задрали. Не так, чтобы особо опасно. Но мешают. Реально мешают. Урон у них не такой катастрофический, чтобы уж как-то насчет этого переживать. Но мешает. Так, окей. И у нас там какой-то спуск вниз. Пойдемте вниз, короче. Посмотрим, что там. Так, какой-то мертвый типок. Еще. Ага. Тупичок. Окей. Идем дальше. Смотрите, что здесь. Так, а вот я уже слышал. О, оружейная. Так, кинжал простой. Тут что? Какие-то птички. Давайте их завалим. Это типа гарпи, что ли? Так, еще какое-то оружие собрал, которое, наверное, мне не нужно. Да, топорик. Ага. А у меня кто там? Жезл. Пока что стремный довольно. Нужен нормальный жезл. Определенно. О. О, ты откуда здесь вылез? Так, пробуем молниями. Атакси затем. Так, этих всех завалили. Что-то нифига под ними под этими трупаками не валяется. А жаль. Так, что, я назад вернулся? Так, тут я был, значит. Окей. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Где я тогда не был? Тут не был. Вот в этой стороне. Так, и в этой стороне ничего интересного. Хм. Где-то я пропустил проход. Окей. Ищем. По всей видимости, где-то здесь. Туда. Дальше. Туда. Дальше. Да? Окей, я говорил, наверное, уже, да? Поэтому тупо ищем. Где я не свернул, куда нужно. Может, здесь? Так, ниже. Мы вернулись домой после сокрушительного поражения в Вестмарше. Грячо любимый мною король полностью потерял рассудок. Он метал громы и молнии. И называл нас всех изменниками. Сдерживая терзавшую меня боль, я был вынужден убить его. Ага, понятно. Убил какого-то чувака. Так. Блин, толстый типок. Фу, блин. Гибнете, чуваки. А, можно было дернуть и прищемить. Интересно. Надо не забывать про такую возможность. Так, нашел я спуск ниже. Так, деньги. Пойдемте вниз. Ого. Преслужники зла! Не бухать! Продолжь! Только бы пол выдержал. Кольский век! Сила убавшей звезды пробудила меня. Скоро все будут страдать, как страдал я. Стража, принесите мне его кости. Парень, хотя и не так, чтобы уж тяжело, а вон и босс, получи босяка. Так. Так, ну это, по-моему, не тот король Леорик или кто он там, просто какой-то скелет. Головол, головал, головоруб. Вот ты кто, да? Так, ну электро-беспонтовый урон. Так, давай потанчим тебя, что ли? Так, не так, чтобы он много отнимал у меня. По идее не особо опасен. Или вообще не опасен. Ну, гибнем уже. Пока. Так, всякой фигни насобирал. Что у меня тут? Грипп. Бла-бла, оружие, которое мне не нужно. Лады. Спасибо тебе, но зачем ты рисковал ради меня? Ты жив? Судьба к тебе благосклонна. Пошли, я отведу тебя к Ли. Ох, как я рад, что с Ли все в порядке. Я боялся худшего. Я нашел этот проход на старых картах, случайно попавших мне в руки. Ну, пойдемте за ним. Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить об упавшей звезде. Окей, возвращаемся. Раз надо. Так, Тристрам, Тристрам, вот он. И поговорим об упавшей звезде, да? Я выполнил обещание данной Ли и спас ее дядю, Декарда Кайна. Теперь только король-скелет стоит на моем пути к упавшей звезде. Зря он вернулся в мир живых. Да, столкнуться с ним нам определенно придется. И, по идее, это будет, наверное, босс первого акта, насколько я понимаю. Так. Проводни группы, что это такое? Ну, не важно. И, насколько я знаю, из босса первого акта должен гарантированно выпасть шмотка легендарная. Ну, так ли это, мы узнаем. Дядя, ты жив? Да, но только благодаря вам. У нас мало времени. Что ты знаешь об упавшей звезде? Боюсь, не очень много. В пророчестве о последних днях ясно сказано, что это знамение возвещает о гибели нашего мира. Дядя, опять эти старые сказки. Главное, что ты вернулся целым и невредимым. Кто бы мог подумать, что я стану настолько силен? Так, ага. Опять наручи. А, у меня уже такие есть. А тут только у меня не восстанавливают, да? Ммм, ху-ху-ху-ху. Плюс два к живучести. А живучесть нам дает увеличить запас здоровья. Ну, сколько у меня здоровья? Урон, стойкость, лечение. Так, здоровье мое где? Запас здоровья 354. Ну, копейки даст. Оставляем так. Некогда король-скелет был нашим любимым королем Леориком. Но Диабло лишил его разума. Он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу, прежде чем был окончательно побежден. Теперь он вернулся, чтобы снова сеять зло в этих землях. Это, конечно, печально. Но я ищу упавшую звезду. И король-скелет мешает моим поискам. Чтобы победить Леорика, нам понадобится его корона. Отыщи Хедрига, нашего кузнеца. Он должен знать, где она находится. Так, отлично, кузнец. Убежали к кузнецу. Что-то новенькое. По идее, он, наверное, будет на постоянной ославе с нами сотрудничать, насколько я знаю. И что-то сделать мы у него сможем. Крафтить вещи. Или не у него. Декард Каин сказал, что ты можешь помочь мне отыскать корону Леорика. Не сейчас. Моя жена. Она там, в подвале. Среди тех, кого укусили. Я должен положить конец их страданиям. Но как поднять руку на собственную жену? Знаю, это тяжело. Но она сама попросила бы тебя сделать это. И я тебе помогу. Угу. Понятно. Так. А, у меня же должно... Так. Руна разблокировалась. Морозный луч. Затраты на использование умения морозный луч снижены. Так, выбираем эту руну. Отлично. Тут что у нас? Девятый уровень. Кольцо. Двенадцатый. Так. Так. Что все новое? Нет, это... Ни о чем. Так, морозный луч у меня с ледяной руной. На пятнадцатом следующая руна появится. И тут следующие уровни, да? Хорошо. Принимаем. Так, что эта руна делает еще раз? Затраты снижены. Хорошо. Актуально. Кстати, весьма актуально. Чтобы я меньше тратил маны, это всегда хорошо. Тем более, это заклятие, которое я постоянно пользуюсь. Так, что за тупик? А, дверь. Так, гибните, ребятки. Да, кстати, реально меньше затраты, как сразу чувствуется. Да и луч изменился. Теперь я как этот охотник за привидениями прям. Такой прям мощный луч. Клево. Толстые, конечно. Зомбаки. Но ничего. Все-таки заряд успевает кончаться. Так, еще один зомбак. Она еще и жива, да? Эссенция. О, все-таки мутировала. Воу. И у нее довольно много жизней, что плохо. В принципе, она довольно больно бьет-то. Ну у тебя нафиг. Хотя я, в принципе, вытонкую. Ты вон муженька своего уволить, что ко мне пристало-то. Ну пока. А, дротик нафиг мне трофейный. О. Жезл. У меня бы ничего не вышло. Я твой должник. Меня зовут Хедрик Иммон. Так вот, Хедрик. Декард Каин сказал, что ты знаешь, где находится корона Леорика. В этом я могу тебе помочь. Она находится в гробнице моего деда, советника Леорика. Его гробница на кладбище в лощине Скиданий. Если увидишь там моего дурака подмастерья, скажи ему, чтобы он шел обратно в город. Ммм, прикольный жезл. Со знаком угря. Так, урон явно куда-как побольше, чем мой. Плюс 3-4 урона от молний. Окей. Так, куда мне тут выйти надо? И куда-то туда направиться. Давайте добежим до того квеста и, наверное, на этом закончим. Что-то я быстро, наверное, добежал. А вот она, лощина Скиданий. Окей, хорошо. Давайте тогда на этом закончим. Продолжим уже, как обычно, в следующих сериях. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.